Славься, страна! Мы гордимся тобой! Открывать торжественные мероприятия гимном Российской Федерации – давняя традиция. Однако сегодня главная песня нашей страны прозвучала в стенах Тверского государственного университета не просто так. Имя ее создателя, как и основателя учебного учреждения, были внесены в Золотую книгу Твери, где уже увековечена память великого князя Михаила Тверского, его жены и княгини Анны Кашинской, знаменитого писателя, вице-губернатора Твери Михаила Салтыкова-Щедрина и многих других достойных людей, которые внесли особый вклад в развитие города. Во всей России только две таких книги есть. Это в Санкт-Петербурге и в городе Твери. Пусть стены этого университета сохранят этот исторический день и окраживают город Твери. Именно граждане Твери выбирают, кто будет удостоен чести. В этом году общественность решила привлечь внимание к двум просветителям, личности которых известны далеко за пределами Тверской области. Первый – это Павел Максимович, главным делом жизни которого было народное просвещение. Блестящий морской офицер создал в Твери школу для педагогов, заложил основы высшего образования. Школа Максимовича сегодня – это Тверской государственный университет. Выражаем огромную благодарность и от коллектива нашего университета, и от большого количества выпускников нашего Хрестового государственного университета разных лет. А нас очень много. Для нас это очень важно, очень знатно и очень дорого. Имя второго человека, внесенного в золотую книгу сегодня – Александр Александров. Все его знают как композитора, создавшего два великих гимна – «Нашей страны» и «Защиты Отечества», «Песню священная война». Более 15 лет знаменитый музыкант жил и работал в Тверской губернии. Он является основателем музыкальной школы в нашем городе, где обучались не только взрослые, но и дети. Здесь трудился, работал на театральном поприще в том числе. Он исполнитель прекрасный. Арии Онегина исполнял даже и такого уровня высокие произведения для широкой массы. И Александров, и Максимович многое сделали для Твери и всей страны в целом. Их наследие не пропало, оно передается в следующие поколения. А благодаря внесению записи в золотую книгу память о выдающихся людях будет вечно. Наши дети, студенты, школьники должны знать, какие славные люди создавали то, чем сейчас пользуемся мы, и, соответственно, будут пользоваться они. Ведь каждый человек, имя которого внесено в золотую книгу, это целый пласт отечественной истории. Именно той истории, которую мы стремимся, чтобы сегодня изучали в средней школе. Историю родного края. История родного края пишется и сегодня. Современные герои – это ветераны, общественные деятели, люди, которые живут среди нас. Юлия Калинина, Илья Харитонов, Переград ТВ.